всем здравия хочу показать как можно с youtube скачать ролик бывают такие ситуации когда вам дают ссылку всего на 2-3 дня например вы слушаете вебинар вот во время прохождения вебинара у вас есть время прослушать а потом говорят платите денежки иначе ссылка вам будет недоступна что делать в таком случае когда у вас денег нет а информация важна и вы хотите просто сохранить у себя этот ролик это видео с нужной информацией это один момент потом есть ситуация когда вы слушаете ролик смотрите и понимаете что в этом ролике очень важная актуальная информация касаемо вашего здоровья касаемо и здоровья ваших детей ваших близких вашей работы и вы понимаете что там информация которая не совсем выгодна людям которые зарабатывают на здоровье других деньги эти ролики сейчас удаляются и большая вероятность того что вот вы смотрите ролик а он в любой момент может быть удален и хорошо если у автора есть другие ресурсы где он может выложить но это он должен дать ссылку на этот ресурс или должны постараться в комментариях другие зрители это сделать но если у вас есть место на компьютере если у вас на вашем ноутбуке или даже в конце концов на телефоне если у вас есть дополнительная карта куда вы можете скачать лучше конечно это качать на компьютер стационарный или на ноутбук а потом перебрасывать облака в общем те ролики которые содержат важную нужную информацию которую вы в любой момент можете дать на нее ссылку и вы точно знаете что на вашем облаке на вашем компьютере на вашем ресурсе никакой youtube никакой яндекс никакой другой там google или еще какой-то ресурс он не уберет это уже как говорится в вашей собственности если вы будете ссылаться на этот ролик единственное что я прошу указывайте конечно же автора кто его создал это будет справедливо по отношению к нему вы можете поменять название вы можете сократить можете вставить туда там какие-то свои названия там порезать на части это уже другой вопрос сейчас не об этом сейчас вопрос о том как сохранить ту информацию которую вы считаете важной и хотите чтобы она у вас была под рукой ну смотрите как это делается вот я сейчас нахожусь на странице youtube youtube и когда я нажимаю на кнопочку youtube вот ну как правило вот какие-то ролики выходят которые вот сейчас вышли ну вот например выберем какой-то ролик ну вот смотрите я беру вот минута 42 до с музыкой очень простой что я делаю я нажимаю на этот ролик останавливаю ну слышно что пошло вот тут в панельке нету никаких инструментов которые позволят бы скачать этот ролик если я нажму на три кнопочки я могу пожаловаться я могу поделиться этим роликом в соц сетях ну вы сами выбираете в какой сети поделиться вы можете этот ролик сохранить организовав у себя на канале плейлист у меня много плейлистов вот там набрать поставить галочку и вот видите добавлено в плейлист 1 все можете убрать эту галочку можете в нескольких плейлистов положить этот ролик но смотрите в плейлистах ваших на ютубе ролик будет сохраняться если он не будет удален с канала автора а если он будет с канала автора удален то точно так же автоматически ролик удалиться из вашего плейлиста и в итоге вы потеряете информацию которая очень для вас важна она может быть даже просто какой-то профессиональной информацией или с какой-то редкой записью которую боитесь потерять или можете потом как-то использовать в общем это все зависит от ваших запросов от того что вы хотите иметь у себя как говорится в библиотеке и под рукой что делаем в таком случае есть еще обязательно скажу есть программки которые можно поставить в браузер вот в данном случае у меня сейчас браузер я покажу вот так справка это у меня браузер go тут не совсем видно но вот видите вот это у меня браузер go браузер старенький я снимаю сейчас на windows xp то есть программа у меня старенькая стоит мне удобно ее пользоваться но то же самое работает и на любой другой версии windows и на семерке и на восьмерке и на десятке думаю что и на одиннадцатке это можно что на версии ноутбука и думаю то же самое можно сделать даже на любом телефоне который подключен к интернету такая возможность существует в общем так смотрите вы идете на строку вот наверху там где у нас адрес вот это адрес по которому хранится расположен вот этот вот ролик вот это видео на ю тубе понятно что в начале вот тут написано youtube то есть это платформа на которой хранится ролик ну а вот это число это идентификатор непосредственно вот этого ролика именно на этом канале что делать вы подводите курсорчик вот перед youtube вот 3 double в ввв точка вот после точки ставите курсор и вот тут на этом месте вставляете две буковки английские с видите что получается ss youtube потом курсор переносите на конец строки и нажимаете на своей клавиатуре в бот и смотрим что происходит вот смотрите куда мы попадаем мы сейчас попадаем на страницу save from net когда мы сюда попадаем вот тут по идее должна быть ссылочка на тот ролик на который я нажала она сюда вставляется автоматически возможно сейчас у меня оперативная память занята записью я только что проверяла вот тут по идее должна быть вот эта ссылочка но если вы вдруг эту ссылочку не видите вы можете вернуть назад вы вот смотрите возвращаетесь опять к тому же самому ролику что вы делаете вы нажимаете на адрес правая кнопка мышки и копировать как только вы скопировали адрес этот у вас сохранен в оперативной памяти вашего устройства дальше делайте то же самое что я говорила вот повторение мать учения перед youtube вы вставляете две буковки с курсор на конец строки нажимаете ввод и вот вот смотрите вот видите вот сейчас ссылка вставилась автоматически и чтобы понять что это то же самое вот youtube показывает вот видите та же самая картинка теперь смотрите что вы можете тут сделать у вас есть выбор вы можете скачать вот в таком качестве на 720 разрешение вы можете на 360 mp4 скачать вы можете нажать кнопочку и например вот скачать на 1080 но без звука вот значок красненький перечеркнут это без звука вы просто картинку качаете вы можете просто скачать звук есть иногда еще варианты такие где предлагают просто скачать звук а не картинку это вы выбираете сами ну вот например я простенько там выбираем mp4 360 и вау смотрите вот мне выставляется табличка табличка где мне показано выбрать куда же мне это все скачать но бывает так что вот я сейчас табличку эту немножко сдвину смотрите бывает так что вы попадаете вот на такую страницу а что делать если не знаете тот просто нажмите вот эту вот стрелочку и у вас потом вот это вот табличка появится выбора куда вы хотите поместить файл ролик который вы хотите скачать и бывает так что вот тут непонятно какое разрешение будет у файла если вы просто вот так нажмете то устройство не поймет это видео это аудио это рисунок или это текстовый файл но вы помните что у меня в оперпамяти скачен скопирован адрес поэтому я вставляю кнопкой сюда вставить и у меня ой я не то сказала но смотрите не то не то я вам сказала прошу прощения бывает так это я сейчас ставила адрес ролика а вам нужно его обозначить как он называется что можно сделать ну можно написать от руки там помню была лемешкина вот берете и помните там лемешкина или заранее копируете еще как называется этот ролик а он у вас вот если верну назад я вам показываю лемешкина и обязательно делайте mp4 или вот смотрите вот у меня вот тут уже есть это видеоролик вот вы нажимаете на него вот уже расширение mp4 а потом меняете там название ну вот я могу просто вот так написать неизвестно что и сохранить и все вот видите внизу вот этот ролик сохранен вот я его например показываю в папке что он у меня есть сейчас должно открыться чтобы я показывала вот смотрите вот этот ролик вот он маленький 475 мегабайта там всего минутка с чем-то вот я попробую его сейчас запустить так запустить нужно другой сейчас программа нет программа хорошая запустилась вот смотрите музыка идет изображения нет но возможно потому что я сейчас записываю ролики ну музыка есть смотрите раз я скачивала с браузера go я и открою этот файл в браузере go я нажимаю открыть с помощью и выбираю go и смотрим вот открылся тот файл который я скачала ну вот даже звук слышен так и чтобы понять что я открыла файл не с ютуба а со своего компьютера вот обратите внимание видите какой адрес файла что на диске c он хранится документы и установки ок мои вот там 20 документ и киуал это я так просто от фонаря какие буквы нажала такие нажала mp4 вот вы этот файлик всегда можете переименовать и вы можете его открыть вот если я сейчас закрою запись и открою с помощью других каких-то программ которые могут открыть ролик видео он будет показываться ну я вам продемонстрировала что вот в браузере go что файл скачался правильно он вас как бы воспроизводится так как и на самом так же как и на ютубе теперь нам нужно вернуть страничку что я бы вам еще очень сильно посоветовала вот смотрите вот в папке он как киуал обозначен а по идее хорошо бы его обозначить так как он обозначен самим автором ну как бы вы посмотрели вы визуально уже запомнили как этот ролик называется и в идеале конечно обозначать так как обозначил автор я еще часто чтобы не запутаться добавляю дату или когда я ролик сохраняю или дату когда был создан ролик самим автором сейчас вернемся к странице вот смотрите я вернулась к страничке где я выбирала вот как скачать вот у меня был такой вариант до того до того как вы выбираете скачивание что вы можете сделать вы можете вот взять и это вот название файла как он называется на ютубе марина ремешкина семь лет яган сабисиан бак шутка и вы берете выделяете делаете копировать и вот когда вы выбираете ну например я выберу вот такой вот вариант 720 да в случае качества вот тут оно уже вставилось хорошо вам вставлять не надо ну например я опять выбираю качество mp4 точно знаю что хорошо мало места занимает ну 360 вот я выбираю и видите вот у меня показан вот такой вариант названия ролика мне это не устраивает а я беру правую кнопку я вставляю и вот у меня теперь прекрасное название ролика ну я потом добавляю mp4 ну я могу нажать вручную и набрать mp4 вот я сохранила если я его сейчас запущу то это будет то же самое как и вот этот вот файл который я скачала как проверить вот мариана лемешкина и вот киоал вот смотрите 475 мегабайта и вот тоже 475 мегабайта ну понятно что время изменения это когда время сохранения на компьютер этот я раньше сохранила 2223 а этот я сохранила вот попозже 2234 теперь что еще я вам могу сказать вот вот эта программа same from net помощник вы можете ее скачать и установить вот вот сюда в виде расширения к браузеру браузер устанавливается на некоторые не устанавливается кто-то там ругается ну не любят же платформы когда как говорится что-то качает вот тут есть еще варианты которые предполагают разные варианты скачивания с разных платформ ну тут а когда вы устанавливаете вот эту программу то у вас под описание. Вот маленький такой значок зеленый. И тоже стрелочкой вы можете там же сразу нажимать и выбирать. То есть вам не нужно будет нажимать два раза боковки, вот вставлять эти SS. Вам сразу вы можете прям со страницы ролика взять, скачать ролик. Я сейчас поставлю на паузу и перемещусь на другой браузер, где у меня уже установлен этот помощник. И я вам покажу, как это выглядит. И заодно я сейчас сразу скопирую ссылочку на ролик, чтобы понятно было, что мы говорим об одном и том же ролике. Я, кстати, очень вам советую перейти на канал Лемешкиных. Вот смотрите. Я сразу вам показала, что я сейчас нахожусь в Яндекс.Браузере в очень старенькой версии. Я уже специально вставила вот сюда ссылочку с Марианной Лемешкиной и ссылочка рабочая. Вот. Все нормально. Все работает. И вот я вам хочу показать, как выглядит SameFrom.net, когда вы его установите. Вот, во-первых, наверху видите, тут вот такая зеленая стрелочка и SameFrom.net помощник. Вы там можете сделать установки. Когда вот установили, там есть настройки, можете там покопаться. А теперь самое главное, что вот на Ютубе под роликом, вот где там лайки у нас стоят. Кстати, лайк надо поставить обязательно. Великолепная, талантливая девочка и прекрасные, талантливые родители. Вот Станислав Лемешкин. Удивительный композитор. Ну вот тут просто прорекламирую. Не собиралась, но так получилось. Я не знала, какие ролики вылезут. Композитор. Удивительный, сильный человек. И он такую музыку пишет. Такие песни, которые вот до самого сердца доходят. Зайдите, послушайте. И вот это его мама, а это его дочка. Мама у него педагог по музыке и с уникальной разработкой, которая позволяет маленьких деток обучать игре на пианино и развивать мозг. Поэтому, мамочки, возьмите себе на заметку. Итак, а теперь продолжаю дальше. Обратите внимание, вот у меня появился вот такой значок. И это следствие того, что я установила программу SaveFrom.net-помощник. И если я вот тут нажму стрелочку «Скачать», видите, какая у меня возможность? Сейчас я подвину, чтобы вам было видно. Вот. Я нажимаю. Смотрите, как у меня есть выбор. Я могу скачать, вот опять-таки, MP4. 360 расширение. Я могу в большем расширении. Вот. MP4 на 720. Видите? HD. Но тут нет записи. Видите? Если пусто, значит, вы это не скачаете. Но я могу скачать, например, просто аудио. Опять-таки, с разным разрешением, опциями. 48 и 256. 256 – более качественно. Но, следовательно, оно и немножко больше места занимает. 1,75, а тут всего 711 килобайт. Вы можете, опять-таки, скачать вот в сверхвысоком расширении, которое сейчас есть, вот 1080, но вы скачаете без звука. Кто очень сильно имеет время и балуется с видеоредакторами, вы можете скачать в самом большом разрешении, потом отдельно скачать аудио и совместить. Можете сделать и так. Ну, вот 720. Нет? Ну, можно скачать 360. Тут все даже не знаю, от чего зависит, или от того, как автор выкладывает, или еще от каких-то установок. Ну, я пока не понимала. Не поняла вот это вот распределение, но в любом случае вы можете вот тут скачать. И есть вот вариант, как я говорю, можете скачать еще просто аудио. Некоторая информация бывает сейчас, когда люди рассказывают, не показывают какие-то картинки, которые несут информационную нагрузку, а просто рассказывают. Ну, можно сказать так, говорящие головы. И вам же видео этих голов, говорящих, не обязательно. Вам важно то, что они говорят. Поэтому вы можете просто скачать аудио. Оно у вас будет мало места занимать на вашем устройстве, на компьютере, на облаке. И обращаю еще внимание на что. Если вы знаете, что файл важный, ролик, посмотрите, какие есть ссылки под ним. И вот эти вот ссылочки, которые есть, вот в данном ситуации, вот, например, подробнее о методике, материале и мастер-классе, вот как раз Надежда Сергеевна, Лемешкина, это вот, вот она тут на экране, вот есть ссылка на сайт. Вы можете вот эту вот информацию где-то себе сохранить в каком-то текстовом файле. И если потом будете давать ссылку или захотите ролик у себя перезалить на канале, вы потом вставите вот это оригинальное название, скажете, что вот такой-то, такой-то канал. Тоже советую сразу взять ссылку канала. И тогда все авторские права и чисто человеческие будут соблюдены. То есть это будет справедливо. С одной стороны, вы как бы будете и ролик автора пропагандировать, а с другой стороны, и будет понятно, откуда он будет взят. В любой момент человек может зайти и послушать, посмотреть оригинал. Поэтому вот я вам показала два способа, как вы можете сохранить у себя ролик с YouTube. Вернее, один способ, который перерос во второй. Или вы пишете две буковки «С» перед названием YouTube, и у вас все открывается, потом вы делаете. Или вы закачиваете себе программку SaveFromNet помощник и выбираете вот тут нужную опцию и закачиваете себе на компьютер. Чтобы показать, что все-таки это работает, вот я нажимаю и видите, вот у меня открывается, уже вот тут не надо вам ничего менять, название все правильное, расширение все правильное. И вы просто открываете вот там, мой компьютер, выбираете, где вы хотите сохранить. И сохраняете этот файл. А потом переслушиваете, пересматриваете или заливаете его в ваши облака, делитесь со своими друзьями, знакомыми, что-то с ним делаете. Это уже на вашей совести, чести, справедливости. Пусть будет вам счастье. Пока-пока. Продолжение следует...